Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. Разработчики нам завезли на продажу новый наборчик из двух танков. За 10 тысяч золота вам предлагают Крайслер К и ИС-2Ш. Машинки обсудим чутка позже. В набор входит по 10 раз по ИКС-5 на каждую из машин, что не очень хорошо. Лучше бы было универсальное под любую машину. Но и на том большое спасибо. Открытое все оборудование, два слота. Есть два камуфляжика под данные машинки для ИС-2Ш и для Крайсера. И есть обвес. Обвес, ну, как бы вещь такая, знаете, на любителя, но все-таки почему бы, как говорится, и нет. Смотрится, в принципе, довольно неплохо, хотя на некоторых машинах смотрится гораздо веселее. Этот наборчик стоит 10 тысяч голды. Что касается того, чтобы купить по отдельности, нате вам, пожалуйста, ИС-2Ш вы сможете взять за шестерку. Все, что к нему шло из предыдущего набора. И Крайслер К вы можете взять за 7,5. Опять-таки, то, что шло в предыдущем полном наборе. Короче говоря, ребята-разработчики решили не урезать нам возможностей по получению комплекта в целом. То есть машины не голые. Что касается в целом машин, необходимо сказать сразу и откровенно. Машины очень похожи по геймплею. И все-таки, если уже прям делать ставку на кого-то из них, то Крайслер К мне нравится гораздо больше. Дело в том, что ИС-2Ш смущает меня и по броне, и по подвижности, и, честно говоря, по заявленным ТТХ по орудию. Да, можно поставить оборудку, амуницию, но давайте будем говорить о том, что заявлено. Заявлено у нас 13,5 секунд время перезарядки, что очень долго. Даже несмотря на то, что 400 альфы нам сразу дают. Время сведения практически безбожное в 6 секунд неполных. И разброс тоже довольно-таки великоват. Короче говоря, машина явно не для игры на дальних расстояниях. Что касается углов склонения минус 7, ребята, обратите внимание, что это не прямо стоя, а только сбрасываем пушку вот сюда на борт. Но к этому вопросу мы еще вернемся, насколько это хорошо или плохо. Что касается всего остального, безусловно, необходимо заценивать это все в боях. Но я себе, честно говоря, из 2 шины никогда не хотел. Я сыграл на нем пару каток, ну, где-то в районе от 5 до 10, честно говоря, не помню сколько. Но в любом случае, мне машинка очень не понравилась, крайне унылый аппарат. Что касается Крайслера К. Крайслер К, да, немножечко поярче, но все равно он не блещет. Почему он поярче, мы посмотрим сейчас еще в дополнительном ресурсе в отношении брони. И там я вам, ребят, все объясню, почему я так считаю. Что касается заявленных ТТХ, они немножко выше, в чем-то немножко лучше. И именно поэтому Крайслер К все-таки немножко повеселее. Хотя уступает в Альфе всего лишь 310 по сравнению с 4-х сами у ИСа. Но все равно, ребят, 310, поверьте мне, гораздо лучше, чем 400 у ИСа. По одной простой причине, потому что перезарядка в неполных 10 секунд заявленных, а еще можно улучшить. Соответственно, увеличится ДПМ. Пробитие практически такое же, как у ИС-2Ш. И, соответственно, углы склонения даже немножко лучше, минус 10. Но опять-таки, только, ребят, вот сюда вот на сторону, на борт. Что касается времени сведения, тоже безбожные цифры. А разброс уже немножко лучше, и его тоже можно улучшить. Именно поэтому Крайслер К мне, честно говоря, гораздо больше нравится, чем второй аппарат в этом наборе. Теперь давайте с вами поговорим по поводу того, а что действительно собой представляет по броне. А по броне представляет собой ИС-2Ш. Ну, ни много, ни мало верхний бронелист 227, ребят. Но это с учетом приведенки. Чуть-чуть выше посмотрите, уже 181. А значит, пробивать будут, если где-то на неровностях. Нижний бронелист страдальческий. Просто до безобразия страдальческий. Ровно как и башня. Я бы не сказал, что в прямой проекции прям вообще страдалец. Но вот здесь вот, допустим, с приведенкой окей. Но как только башню отворачиваешь, и на тебе 200. Поэтому, ребят, на ИС-2Ш отыгрывать очень, ребят, сложно. Ну, поворачиваясь вот так вот как-то на борт, немножко больше дашь, чем надо, и тебя уже бьют. Причем за гуслями тебя будут пробивать просто безбожно. Никто особо даже выцеливать не будет, особенно по бортам. Короче говоря, классное крепкое место. Это только вот здесь вот на башне, вокруг орудия, да. То есть, ну, вокруг, я бы сказал, вот этой вот панели, которая закрывает экран, вокруг орудия. Да, окей. И по бокам от маски орудия. Вот эти вот два пятака, окей. Все остальное, как бы, чутка где-то ты лоханулся. Ну, и тебя начинают потихоньку разбирать. Что касается, ребят, Крайслера. По Крайслеру немножко поинтересней. Силуэт гораздо ниже, верхний бронелист с приведенкой в 279, нижний бронелист 174. Это уже хотя бы лучше, чем у ИС-2Ш. В отношении вот этой части, фиг кто сюда пробьет, реально сюда бить не будут. Будут пытаться выцеливать, безусловно, вот эту вот, я ее называю кепкой. Ну, и, соответственно, по бортам здесь, по башне, очень классная приведенка уходящая. Что касается самых таких вот слабых мест, те ребята, которые знают, будут бить вот сюда вот. Здесь все немножко похуже. Если как-то вот так вот неровно, вот здесь могут пробивать очень хорошо бронебойными, ну и, соответственно, голдой. Что касается бортов. Борта чуть-чуть поярче, 115. По приведенке здесь тоже повеселее, чем у ИС-2Ш. И даже за гуслями здесь все-таки побольше, тоже сотка идет. Но борта все-таки, ребят, подставлять на нем не стоит. Ну, соответственно, будут разбирать. Корма, у всех, ребят, страдает корма. Есть очень мало танков, у которых корма действительно годная. Короче говоря, почему мне Крайслер больше и нравится, потому что вот в такой проекции или Рамбуя немножко, вы все-таки гораздо более твердый товарищ, чем ИС-2Ш. Теперь, что касается сравнения данных танков. Давайте посмотрим нам сравнительную табличку. Почему? Возвращаемся к сравнительной табличке. Я их не очень люблю, но просто похожие машины действительно имеют смысл смотреть именно здесь. А машины действительно очень похожи. Посмотрите на Крайслера, на ИС-2Ш. Смотрим. По ДПМу. Заявленный ДПМ у Крайслера выше. Пробитие не намного ниже. Я бы сказал, несущественно. Даже не заметите. Альфа. Да, пускай уступает. Но все-таки, ребят, вы накидываете гораздо быстрее. А значит, ваш заявленный ДПМ, он гораздо более реализуемый. Особенно с учетом того, что брони побольше, чем у ИСа. Что касается, ребят, перезарядки, то можно улучшать. И в любом случае, улучшая что на том, что на другом, Крайслер будет существенно преобладать. Калибр. Ну, дело такое. Главное, чтобы пробитие было нормальное. А пробитие, как я уже сказал, не сильно уступающее. Скорость полета снаряда, безусловно, у ИС-2Ш лучше. Существенно, ребят, лучше. Но опять-таки, с его разбросом, с его временем сведения, поверьте, на дальнем расстоянии особо вы этим пользоваться не будете. Вы будете только локти себе кусать и плакать из-за того, что ваш снаряд уходит черт знает куда. Практически в 50% выстрелов. По сведению Крайслер все-таки поярче будет, поинтереснее. Скорость у Крайслера, пускай ниже, но, ребят, на 2 километра даже не заметите. Вот серьезно, не заметите. И 16, ребят, здесь по сравнению с ИС-2Ш, у которого 12. Что касается мощности двигателя, опять-таки, у Крайслера мощность двигателя получше. Именно поэтому на нем повеселее подниматься куда-нибудь в горку, чем на том же ИСе. Короче говоря, ребят, с учетом того, что доходность у этих танков одинаковая, вот вам ответ на вопрос, кто лучше играется. 48% побед на ИС-2Ш и 53 практически процента на Крайслеры. И поверьте мне, не просто так, хотя я этим цифрам не сильно доверяю, но вот по ощущениям в игре, Крайслер действительно, ребят, действительно играется куда лучше. Поэтому в выборе, что покупать Крайслер или ИС-2Ш, однозначно покупайте Крайслера. А вот что касается покупки целого набора, я, честно говоря, разработчиков вообще не понимаю. Зачем ложить в наборы две практически одинаковых машины? Ну, это глупо. Ну, положите сюда тяжелые танки, средний. Положите сюда тяжелый и ПТ-шку. Ну, положите сюда, в конце концов, два тяжелых танка, но чтобы они были разного геймплея. Ну, потому что никто, навряд ли, ну, точнее, не никто, но навряд ли будет большое количество ребят, которые будут готовы отдать 10 тысяч золота за то, чтобы взять себе практически две одинаковых машины. Я, честно говоря, такого бы не делал. Делать ли вам, безусловно, ваша копилка, решать вам. Ну, и напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного набора, по поводу данных машин. Потому что тем ребятам, которые пытаются сделать правильный выбор, ваше мнение тоже будет очень важно и полезно знать. Ребят, если вы за честные обзоры, поддержите канал, поставьте лайк, нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видео. А я вам буду безумно благодарен за поддержку в развитии моего канала. Лайкуем, лайкуем, подписываемся. Мира вам, ребят, и спокойствия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова